Музыка По взмаху волшебной дирижерской палочки зал наполняется музыкой. Для артистов концертного оркестра «Немига» эта репетиция особенная, ведь совсем скоро музыканты поднимутся на большую сцену, чтобы отметить важную дату для своего дирижера. Заслуженный артист Республики Беларусь, полковник запаса, почетный гражданин французских городов Тюфе и Бетюн, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Федоров недавно отпраздновал свой юбилей. 20 февраля мне исполнилось 70 лет. И я еще до сих пор тружусь, занимаюсь творчеством, работаю в университете культуры и искусств, там преподаю дирижирование и веду оркестра «Светоч». А в этом оркестре, который называется оркестр «Немига», это профессиональный коллектив наш белорусский, духовый оркестр, которым я уже работаю в течение 16 лет. Ну, оставил как бы армию, закончил свою службу, я был начальником образцов показательного оркестра Уженых сил Республики Беларусь, дослужил сюда полковника, там получил звание заслуженного артиста Беларуси, и там же оркестр при мне получил звание «Сослуженный коллектив Республики Беларусь». Ну, и как бы вот как летчик без неба, так и дирижер без оркестра. Вот мне уже исполнилось 70 лет, и я решил как бы обозначить свой творческий период своей жизни, решил сделать концерт, который состоится 26 апреля в Центральном доме офицеров. Три оркестра выступят под руководством Александра Владимировича, человека, который всю жизнь посвятил музыке. Будут звучать не только произведения инструментальные, но и также будут звучать мои песни, которые я когда-то писал об армии, о любви. Ну и, конечно, самая большая фишка этого концерта, я считаю, это мой внук Тимофей, который идет по моим стопам. Я хочу, чтобы он тоже был дирижером. И сегодня он учится в 19-й музыкальной школе, где основная специальность у него – саксофон. Ну, кроме того, он еще учится играть на ударной установке, еще учится играть на фортепиано и также занимается вокалом. Сегодня исторический день. Впервые мой малыш играл впервые в профессиональном оркестре вот соло на саксофоне. «Надежда дедушки» и «Гордость музыкальной школы». Тимофей занимается музыкой пять лет, три из которых играет на саксофоне. Хочу сделать дедушке приятно, чтобы он не волновался. И что ты исполнишь? «Розовую пантеру». Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Теперь уже и не верится, что более 30 лет назад Александр Федоров стоял на Минском вокзале, и перед ним было открыто много дорог. Но он выбрал одну единственную – свою. И не пожалел о своем выборе ни на минуту. Я приехал в оркестр сюда, в Белоруссию, из Германии. Я там служил в оркестре штаба западной группы войск 4 года, и был назначен сюда начальником оркестра белорусского военного округа. 1 марта 1990 года я стоял уже на вокзале, на нашей белорусской земле. Мне предлагали и во Львов ехать, но я сказал, что я к себе домой на свою родину. Александр Владимирович рос вместе со своим детищем. Военный оркестр стал называться главным, затем образцово-показательным оркестром вооруженных сил. А вместе со своим дирижером коллектив станет еще и заслуженным. Все это не случайно. Творчество белорусских музыкантов оценили далеко за пределами Беларуси. В 92-м году мы первый раз выехали в Германию. Ну, а потом уже оркестр как бы с ребят зарекомендовал. Оркестр даже называли оркестр с душой, потому что публика шла очень хорошо на наши концерты. Ну и Германия, потом Франция. Туда я ездил 17 лет. 15 лет оркестр возил туда, когда уже уволился. Еще и с другими оркестрами ездил. То есть «J'étais en France 50» – 15 лет. И оркестр также был в Великобритании. Лимерик, Дублин и, конечно, вся Великобритания. Англия, Шотландия, там, вверху Уэльс. Также участвовали и в Бремене в Германии на фестивалях военных оркестров. Также мы участвовали в Бирмингеме. Там по 15-12 оркестров были с огромными такими количествами хоров. И вот волынка одна стоит, там 10 тысяч зрителей. И стоит 15 оркестров тоже, и хор там в тысячи человек. Вот такие вещи тоже были. Вот я вспоминаю, как выходишь с дефиле. Дефиле оркестр делал, 12 минут оркестр делал дефиле. Но в этом дефиле там как бы такое папури большое такое. Это и строевой шаг, это и выучка оркестра, и различные приемы, исполнительские подъемы инструментов, различные фигуры. Вот это все, вот это делали. Я вспоминаю, вот в Бирмингеме, там огромнейший зал, стадион Уэмбли. А в Дублине, я вспоминаю, очень такой был концерт знаковый. Присутствовала Мэри Маккалис, это президент Ирландии. Она после кулис спустилась, потом после этого пригласила нас на прием, и мы ей подарили огромную такую куклу, вот из льна. Сегодня это уже история, но она продолжается. В знаковый день юбилейного концерта будут звучать любимые произведения выдающегося дирижера. Оркестр «Немига», они будут первым выступать, будет исполняться «Бартс написал симфоническую вертюру». Достаточно сложное произведение, вот мы сейчас репетируем, такая очень сложная, для того, чтобы показать именно высокий профессионализм нашего оркестра «Немига». И потом дальше второе произведение. Евгений Амбражук, наш трубачий солист, великолепный трубачий, который будет исполнять соло на трубе. Это музыка из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Совершенству нет предела, уверен наш герой. Поэтому он учится всю жизнь и с удовольствием передает свои знания и опыт студентам. Много всяких регалий, и заслуженный артист, и почетный, и по-нечетному говорят. Но самое главное – это то, что ты можешь сегодня. Поэтому я человек счастливый до сих пор. Я считаю, что в 70 лет я еще работаю, у меня еще работы все эти, я еще, так сказать, со студентами, с молодыми работаю, дирижирование преподаю здесь, с молодежью тоже, вот в оркестре. Конечно, это дорого стоит. Репетиция окончена. А это значит, самое время заглянуть в университетскую аудиторию. Вот маленькая кульминация, все, сфилировали звук. Уже пошло повествование, уже идет разговор, уже нужно рассказать руками, все, все, и идет немножко развитие, чуть-чуть, еще движение, еще больше, вот сюда. Сергей Пеклин учится на дирижера не так давно, но уже успел обогнать многих своих сверстников. Студент первого курса, у него есть способности к дирижированию, есть люди способные к мануальному восприятию, а есть неспособные, вот он способен к мануальному восприятию, и все эти вот замахи, те, которые у нас существуют, совпадающие атаки, последующие атаки, атакирующие, поддерживающие жесты, обозначающие, вот это все, это все он уже знает. Мне очень нравится дирижирование, вот эта вот вся сама музыка, когда чувствуешь вот всю эту музыку и можешь показать это другим людям, которые играют на инструментах в оркестре. Это приносит такое душевное спокойствие и понимание, что ты вот можешь сделать красивую музыку всего лишь, вот просто показав ее. Музыкант занимается с вдохновением, во многом благодаря своему педагогу. Мне очень повезло, я так скажу, потому что то, что раньше было у меня дирижирование в колледже, это была просто какая-то база, а когда я попал к Александру Владимировичу, мне все начало раскрываться, и оказалось, что я что-то могу. В своих студентах, конечно, я стараюсь в первую очередь воспитать сначала человека, гражданина, человека, который воспринимает этот мир, эту природу, эту жизнь, и этот человек только тогда сможет по-настоящему стать дирижером, который будет вот это все воплощать в этих музыкальных звуках. Александр Федоров признается, что дирижерская профессия особо сложная, ведь если обычный музыкант управляет инструментом, то дирижер целым оркестром, и нужно не только в совершенстве овладеть мастерством, но и быть всесторонне развитым человеком. Я своим ученикам тоже говорю, ходите в театр, ходите на концерты музыкальные, потому что там вы увидите тот результат, к которому вам нужно стремиться. При этом немаловажен и жизненный опыт, который получает каждый из нас. Человек, который прошел через горнила жизни, через любовь, через красоту, даже через зависть, через какие-то такие катаклизмы, которые... Он тогда только становится настоящим дирижером, потому что он может ощущать то, что написал композитор. Вот археологи, они едут за тысячи километров, там копают, дотрагиваются до артефактов, которые были много веков тому назад. А мы, музыканты, дирижеры, тем более, когда у тебя такой инструмент, оркестр, мы тоже дотрагиваемся до артефактов, то есть дотрагиваемся до тех чувств человеческих, которые были написаны много веков тому назад, гениальными людьми, которые называются композиторами. Вот это большое счастье. И если это существует в человеке, если удается воспитать студенте вот это вот качество, ощущение этих чувств, вот этих состояний, которые находятся в музыке, тогда этот человек состоялся. Как трудно представить торжественный ритуал принятия военной присяги без грома духового оркестра, сверкающий меди труп или тавр, так трудно представить Александра Федорова без дирижерской палочки. Это человек очень больших знаний. В классе у него царит очень такая дружелюбная, творческая атмосфера. Он всегда очень уважительно относится как к своим коллегам, так и к студентам. И пожелать, конечно же, хотелось бы ему продолжать дальше творить, воспитывать еще больше учеников и вдохновлять на дальнейшее творчество его последователей. Долгих лет жизни, чтобы были все ваши студенты, ученики, и талантливыми, даже талантливыми, я, как вы говорите, и чтобы ваши песни тоже изучали еще очень-очень много лет. Студенты мечтают у него учиться, коллеги уважают и ценят, внук с удовольствием продолжает музыкальную династию, а тысячи благодарных зрителей аплодируют стоя. Не это ли есть настоящее человеческое счастье? Ну а напоследок Александр Владимирович исполнил свое знаковое произведение – песню «Офицеры». Газманов написал заглавную песню «Сердце под прицелом», а моя песня получилась, им же 15-17 лет даже, да даже больше, 20 лет. И когда офицеры, так сказать, отмечают какие-то праздники, вот, они уже за столом эту песню поют. Эти звезды не падают с неба, Эти звезды дороже на дорогу, Эти звезды, как символ победы, На плечах офицерских горят, Мы немало, друзья, повидали Полигоны, учения, бои, Мы друг друга не раз замечали Белорусские братья мои. Офицеры, офицеры, Мы судьбе своей верны, Офицеры в Белоруссии, Отечество ушло, Вместе приказ, Слово чести, Мы сильнее, когда мы вместе. Офицеры, это рыцари страны. Есть приказ, Есть слово чести, Мы сильнее, когда мы вместе. Офицеры, это рыцари страны.